Эти кадры сняли шокирующие отдыхающие, которые решили провести отпуск на небольшом острове Страмболли. Серия взрывов, сильный грохот, клубы дыма. Повезло тем, кто в момент извержения вулкана плавал на яхте. Туристы, которые были рядом с эпицентром от испуга, бросились в море. Не подозревая, что вулкан может проснуться, многие отдыхающие гуляли по склону. В результате камнепада погиб 35-летний местный житель. Его друга удалось спасти. Есть и другие пострадавшие, сейчас с ними работают медики. Стоит отметить, что небольшой остров Страмболли – любимое место отдыха обеспеченных туристов, в том числе и россиян. Люди задаются вопросами, могли ли службы мониторинга были предупредить, предоставив более или менее точное сведение о состоянии активности вулкана и предсказать извержение. Но, к сожалению, такой возможности предсказать точную силу взрывов у нас не было. Также сейчас сложно сказать, последует ли в ближайшие дни еще один подобный пароксизм. К месту ЧП направили военный корабль со спасателями. 70 отдыхающих решили не испытывать судьбу и покинули остров. Сразу после извержения начался пожар. Его тушат с помощью авиации. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Когда мы увидели такой черный столб дыма, да, и увидели, как остров постепенно весь оказался погруженным вот в этот дым, конечно, испугались. Конечно, испугались, да, но туристы достали, в общем-то, фотокамеры, видео, начали сразу снимать. К слову, вулкан Страмболли просыпается не в первый раз. Специалисты рассказывают, он считается одним из самых активных на планете. Последнее крупное извержение произошло в 2009 году. Этот остров всего-то 5 километров, да, размером. Поэтому это половина острова или там одна треть находится в зоне действия. Это не страшно для большого как бы острова. А для такого маленького, да, это практически половина острова лучше не находиться поблизости. Потому что, я говорю, действие его распространяется как минимум километр. Сейчас пепел практически рассеялся. Впрочем, эксперты не исключают, что это всего лишь затеящее перед новой бурей. И в скором времени вулкан может снова проснуться. Наталья Голикова, Захар Акопов, телекомпания НТВ.